Итак, зрители, всем привет, и мы снова возвращаемся в Вархаммер играть за наших орков. Помните, мы хотели напасть на гномов? Но я тут подумал, да, провинции богаты, это очень заманчиво, но... Нам же ведь придется их преобразовать в селения, и они станут вот такими вот бесполезными. А не проще же просто захватывать соседей наших, которые уже изначально обладают селением? Ну, наверное, стоит сначала как-то разобраться внутри государства, потом уже как-то еще с внешними врагами повоевать, а потом для интереса, чисто так, для галочки, еще поконфликтовать с гномами. Потому что эти провинции все равно мы потом опустошим, и кое-то толк с этих денег, если все равно уже будут здесь копейки. Ну вот только ради вот этих вот, где проходят торговые пути, тут уже я согласен. А так чисто, эти провинции не станут бедными очень. Знаете, что я еще подумал? Мы ведь можем бросить нашему боссу дуэли, чтобы заполучить королевство, но... Ну, во-первых, он нас убьет, но, может быть, так даже будет и планироваться, потому что у нас есть наследник. Потом он объявит войну ему. Не войну, а дуэль. И потом он умрет. Он умрет точно, потому что, ну, видно, 13 личных, это очень много. И мы перейдем играть за вот этого вот белика. И мы получим, получается, две провинции, и он достаточно сильный, ну, то есть он огромный орк. Но это, во-первых, не то, что даже слишком легко, он слишком, наверное, муторно. И, наверное, не стоит того, потому что, конечно, и рисково тоже. А вдруг мы выиграем? Хотя было бы круто, на самом деле. Ну, здесь 13, у нас 7. Просто, чувак, смотри, что делает. Здесь у нас будет герцогсово... Вот это вот. Если он выиграет войну, но он, кажется, ее выиграет, потому что 73% его пользу дает нам знать о его скорой победе. То здесь, в этом герцогсе, будет усеять наша династия. И помните, я говорил то, что я не люблю нападать на наших родственников, особенно если они из нашей династии. Так вот, такое у нас случится. Наверное, придется воевать за независимость. Потом его просто хапнуть и сделать королевство. Номинально, получается, уже мы не сделаем. Придется делать вот это вот. А чтобы сделать... Так, объединить кланы, нам нужно... Нам нужно... Подождите. Независимым правителем и получить королевство вместо главного... А! Вот оно что, мы можем не делать королевство. Мы можем через вот это вот событие получить себе королевство. А потом, получается, через него получить себе империю. Но вроде для империи нужно два королевства. То есть мы получаем номинальное и делаем еще скверноземелье. И все. Получить доход можно будет хорошо, если мы нападем на гномов и сделаем их данниками. Вот только что мне идея пришла в голову. А действительно, зачем их опустошать и все такое, если мы выгоды с этого не имеем. А нам ведь нужны деньги. Давайте просто сделаем их данниками. Или, например, вот этих вот. Вот эти вообще офигенно денег получают. Почему бы и нет? Музыка, пожалуйста. А здесь вообще я хочу построить факторию. Так, хорошо. Что это у нас войска? Это не призывные? Нет. А что мы здесь стоим? Давай-ка вот так. Так, пять тысяч из одиннадцати. Я сейчас просто жду, пока стукнет абсолютный контроль зеленокожих. Вроде скоро должно стукнуться, потому что годик-то нужно ждать. А уже нормально времени вроде прошло. Так, на полную скорость мы не играем, потому что из-за лагов она так же длится, как и максимальная. Прогуливаясь по пыльным коридорам, вы, как обычно, заглянули в одно из сложенных помещений и заметили, как Норбхбак, погрузившись в работу, отвод грохнется на рабочий стол от усталости. Прекрасная возможность помочь коллеге, ведь в долгу он не останется. Тяжелый взгляд, полный обреченности, сменяется улыбкой. Он принимает вашу помощь нам. Работа, столы от усталости. Слушай, Орг, ты какой-то, я не знаю. Ну, должен нам услугу. Какой мы с этого выгоду имеем, я не понимаю. Ты еще находишься при дворе его. Так, Играр, ну мы его зовем Егор. Мой родственник шлет мне подарок, это маленький щенок. Кнос хороший родословный, из него вырастет хороший охотничий пес. А это хорошо. Примем подарок. Охотник, дружок, ловкач. Дружок, конечно, такое, ловкач, как-то звучит. А вот охотник, ну пусть будет. Но все равно как-то не оручье название. Взяли мы путь охоты, теперь мы имеем плюс два здоровья. Но какой смысл в этом, если все равно в дл, он вроде не помогает. Или помогает. Там же вроде есть максимальное количество здоровья, там 13. А если мы имеем еще вот спасал здоровье единичку, оно увеличится в дуэли? Ну вроде бы должно. Хм. Кстати, я бы сейчас сейчас проверил, но я боюсь проверять. В бою же. Так, а здесь что-то происходит, что это? Орда ночных гоблинов. Ух ты, ё-моё. Учение о вагах. Скорость передвижения, боевой дух. Ну, жесткий. Что-то интересно делаешь. Слушаем. А ты же воюешь с ним, так? Да. Ха. И получается, они могут забрать эту провинцию, а мы потом нападем на них. Хе-хе. А почему бы и нет? Гуилд х... Гуилд хэлс. Типа город. Так. Ну что ж. Давайте подкопим еще немного войск. Я вот думаю. Стоит, наверное, все-таки объявить сейчас независимость. Эм. Вассалы государства излучили представление, правовые документы, и большинство из них признает мою тревогу обоснованными. Выполните... Что? Ты хочешь в эту провинцию? Ты не прифигел случайно? И ты что, будешь со мной воевать? Нет. Ха-ха-ха. Чувак побоялся. Он отказался, короче, отступления войны с нами. Думал, мы согласимся, серьезно. Посмотри на наши войска. Посмотри на свои. Ты хоть думаешь, головой что-то делаешь? Но он умный, он гад. Не начал войну с нами. Он начал с кем-то другим. Ух ты, ё-моё. Эй. Это наш... Наш вассал. Не надо его трогать. Блин, слушайте, а может быть... Не стоит? Сейчас бросать ему ультиматумы и получать независимость, потому что... Блин. Мы сейчас за свою провинцию воюем. А, ну-ка, можно даже, наверное, вот так вот сделать фракцию. Хм. А вдруг нам же, братуха, сейчас заступится? Ну, давайте пока не будем этого делать. А, вот реально, зачем объявлять войну за независимость, если он может сделать это через фракцию, и он может согласиться на ультиматум и без того? О, да, действительно, чё это мне оттоплю так? Мы, кстати, ещё его маршал. И можем по фракциям бегать. Девять тысяч? Я не знаю. Ну, он ещё этого вроде должен был призвать. Или этого. Заканчивайся войной скорее. Так. Да, ё-моё. Какое-нибудь дело до него. Что? Ваш пёс больше не щенок, теперь он быстро бегает, обладает хорошим нюхом. Смотри, хвалит его за добрый нрав. А откуда у него столько войск? Ты призвал, что ли? Пятнадцать тысяч, ё-моё, девятьсот. Чувак, походу, призвал их за престиж. Две тысячи пятьсот. За восемьсот, ё-моё. Прести... Восемьсот. Две тысячи пятьсот. А, у тебя много престижа? Оу. Ммм. Походу, мы отдаём эту провинцию. Может, ты сейчас солёшь свои войска и согласишься на ультиматуме, то, что у тебя сил не будет, сопротивляться. Походу, придётся отдать эту провинцию, хотя мне её даже не сильно жалко, потому что мы её получили как-то просто так, ни за что. Предложили стать вассалом, он сам от него откололся почему-то. Опа. Глядите, чё, тролли здесь. Не тролли, как... Гоблины, гоблины. Ну вот, видите, одно из владений неверного типа. И они их разрушают. И всё, это будет та же самая бедная провинция. То есть, смысл толком-то нападать на феодалов этих как-то, ну... Нет. Ну, давайте истощайтесь. Это чё такое? А, это я этот захватил. Так, как у вас там дела, этот... 38... Подожди, 435, а у этого... 1300, и чё, ты сливаешь? А, ну, просто он провинцию там захватил. Давай, отбивай скорее. Закончи эту войну уже, и мы потом решим, что мы будем делать дальше. Просто я жду, пока они закончат это всё. Отлично. И потом, наверное, решат вступить в мою фракцию. М-да. Или, может, прямо сейчас... Ну, подожди, сколько у тебя сейчас войск? 56. Слушай, чувак, давайте сделаем фракцию. Ого, это сколько процентов здесь? 3061. Жесть. Давайте быстрее заканчивайте. 100%. Всё, давай, чувак. Я очень надеюсь, что... Согласятся, раз родственник... Он не захочет быть под его крышей. Узурпатра этого. Давайте. Ну, 100% же. Так. Так, отлично. Всё, теперь у нас здесь дядя, я здесь сводный брат, он находится под этим дядей. Короче, у нас теперь здесь везде родственники, я так понимаю, кроме вот этой вот... Вот этой вот земли и этого вассала. Ну, вот этих вот. А так, короче, верхушка у нас из родственников состоит. Что я хочу? Слушай, отношения вроде бы хорошие. Альянс даже можно сделать. Угу. А с этим? И с этим? А, ладно, не будем. Воевать я с ними не хочу, понимаете? Мы заполучили власть нашей династии. Так сложно говорить династии. Пусть будет это наш клан. Наш клан получил власть в нашем государстве. И можно двигаться уже, наверное, к внешним врагам. Так, слушай. А мне... А чё ты, что ли... О, нет, давай-ка... Запросить поддержку не хочу. Подарок. Блин, дорого ты стоишь. О, так у нас доход хороший. С фактурой, наверное, трепаем. Теперь я очень жду... Нужно отношения испортить, наверное, да? Чё такие отношения-то хорошие? Ты слабак, что ли? Большой орк. А чё такое? Не хочу я уходить без наших родственников из-под государства. Ну, как-то, блин, совсем не хочется. А, тут же ещё этот граф. Мы ж его не взяли, потому что он уже разделил, а сверхушку сняли. И не смогли его завоевать, потому что границ с ним не имеем. Может, просто с этими стоит повоевать? Ну, типа, с этими спротивляться смысла нету. Опа. Чувак. Он напал? Вот этот, серьёзно? Слушай, а вассалом... О, он захочет быть вассалом. Графы хорошо так даются. Давай, соглашайся. Отношения? Минус 48. Ух ты, ты хорош, кстати. 19. Слушайте, а давай-ка мы вот так вот сделаем. Оп. Всё равно отношения не выравнились. А ты обиделся, да? Початный титул. Ну, давайте теперь регентом сделаем. Ну, вроде нормально. Вроде бы нормально. Чё такие музыки грустные, пожалуйста? Вот такая схватка у нас серьёзная. О! Другое дело. Отношения давайте будем улучшать. Не подожди, 11. Лучше нету. Ну, давайте с этим. Он всё-таки посильнее того. Ну, почти. Ну, чё-то как-то туго идёт. У нас сколько войска? 7 тысяч. Хоть, пожалуйста, наши провинции... Чёрт, он же наши провинции грабит. А, подняли здесь войска. Ладно, давайте этот уберём. Ступай куда-нибудь. Гад идёт туда. Да. Убьёте здесь всех, конечно. Ага. Так, полководцы. Двоечка. О, господи. Вот это другое дело. Так, ну, хорошо, в принципе. Шестёрка, 15. Да что ж такое? Объедини войска. Тупые клавиши. Так, тебе сюда. Тебя сюда. Чё-то как-то проценты медленно идут. Он вроде нормально завоёвывает. Сдайся ты уже. Чё ты сопротивляешься? Чё он надеется? Я свой престиж тратить не буду. Не плевать на эту провинцию. А, давайте так вот. Чёрт. Себя давайте сюда. Мы же хотели расти. Ну, давай. Так. Что такое? Ну же. Ну. Ну, давай. То, что... Я не понимаю, как он так быстрее нас. Чувак. Ну, давай. Ну, хоть сейчас. Мы его поймаем. Тридцатое. Чё за фигня? Шестнадцатая. Четырнадцатая. Ну, хоть сейчас-то мы его поймаем. Давайте все сюда уже идите. Бесят эти гонки, конечно. Ну, когда мы станем независимыми, будет полегче. Потому что мы сможем призвать своих вассалов в войну. А сейчас только вот так вот. Так, давайте осаждать. Престиж мы, в принципе, рафнули уже до конца власть. И можно его тратить. Давайте кому-нибудь здесь. Хотя. Может стоит держать престиж на черный тень. Ну, там восемьсот нужно. Или подкопить все-таки, правда. Или подкопить. Но две пятьсот... Этот собрал сколько? Этот собрал... Там больше десяти тысяч. Это сколько у него престижа было? Еще четыреста осталось. Тоже создает легенду. Королевство есть, герцогство есть. Ну, конечно, идет престиж. Сейчас затратить сильно войска не хочу. У нас все-таки максимум четырнадцать тысяч. Если хотя бы мы до десяти дойдем, будет уже круто. Я все же боюсь очень сильно этого. Что-то он сильно какой-то. Огромный стал. И страшный. Теперь, походу, враг номер один. Ну, эту верхушку мы быстро скинем. Кстати, у тебя войска что-то очень... Ты тоже их поднял. Откуда у вас столько престижа берется? Подготовка к УАК? Куда ты собрался нападать? Так, а ты от меня отозвать хочешь? Куда ты собрался нападать, наверное? Ну, ладно. Это не на нас, да? Три тысячи вернулся. Черт. Так, ты не поможешь мне, наверное. 17. 25. 17. 17. 22. 21. Так. Я сейчас думаю. Или мы распускаем их, возвращаемся только три. Тысячи. Либо мы пытаемся как-то сражаться. Может быть, мы бы не всем больше убежим. Пробуем. Так, восьмерка, полководец. 15. Тупо вот в один день не можем уйти. В один тоже день нас встречают. Так. 9. 7. Давайте атаковать. 4 получили, 2. Атаковать. 7 получили, 4. Атаковать. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы убили врага. Мы его с земли случаем не получили? Где твои земли были? Из земли мы его не получили. Ладно. Давайте убегайте сюда, пожалуйста. Надеюсь, мы сейчас больше сохраним, чем те 3000, если бы мы их распустили. 4. Ну, 4500. Да, сохранили больше. Мне надо было на эту войну соглашаться обязательно. Слей ты ее уже, пожалуйста. Ну, белым миром. Или хотя бы хоть... Ну, вряд ли белым мир согласится. Сдайся просто, чувак. Ты специально хочешь, чтобы он мои провинции понасиловал, и ты легко бы отозвал все мои титулы? Смотри, куда идут. Нужно их сейчас успеть распустить. За нами телепаются, прикиньте. За нами пошли. Алло. Сейчас еще опять нас нападут. Мы не успеем сейчас их распустить. Музыка, пожалуйста, пойди нормально. Иначе все будут слушать, как мой компьютер шумит. Куда вы идете? Эээ. Там провинции вообще-то есть. Вы еще истощаетесь, красавцы. Так, у нас вообще здесь... Сколько процентов? 42. Вай, че-то как-то... Вообще никак. Давай. Давай. Давайте. А че так мало возвращает? Короче, пофиг. 200 войск вроде не вернутся домой. И че, будете осаждать провинцию в горах? Вот мы... Мы правильно сделали, что сделали столицу у нас в горах. И такая еще провинция, что до нее телепаться, конечно, долговато. Тут в обход нужно идти вот так вот сюда. И они еще истощаются. Что, месяц? Жалко не зима, иначе вы бы здесь просто бы разлетелись по войскам. А эти, смотрите, эти до сих пор осаждают. Или нет, или они просто здесь топчутся, я не понимаю. Да, осаждают, дамок и есть. И какая-то пульта вон, и у гоблинов. Ну, че-то как-то, видите, не получается у них. Все, они перестали. Сейчас он берет нашу столицу. Чувак, сдайся. Короче, вот так вот делаем, мы просто ждем. Что еще? Он напал за отомщение против этого. Короче, нам нужно независимость получать как можно быстрее. 238%. Ах, мы ж не уверены. Ясно. Угу. Теперь еще разбираемся с главными. Слушайте, я бы сейчас отрубил запись бы. И просто бы, наверное, включил, когда мы все бы это завершили. Потому что за вот этим, вот, наблюдать такой себе, конечно. Смотрите, васалы дерутся между собой уже. О, смотрите, взяли провинции. Красавцы, чуваки, красавцы, конечно. Нормально так. Давайте до конца. Все, взял мою столицу и уходит. Может мне отрубать запись, что-то интересное может случиться. Просто обычно такое бывает, когда я ее отрубаю, и что-то всегда происходит. Я моментально ее включаю. И ни секунды не проходит. Минус 76%. Почему так мало варскора ему идет? Опа, еще кто? Вак. Это... Это теперь он еще напал. Вот, смотрите. Призванные войска, это, короче, то, что он готовил вторжение. Чувак, ты сейчас находишься в трех войнах. И ты еще нападаешь на кого-то. Он имбецил конкретный. Орки, я не понимаю, они реально настолько тупые. Или это просто искусственный интеллект такой? Или их реально сделали такими тупыми? Так он еще напал на этого. Я понимаю, на этого уже... Нафига тебе на этого? Что? Позвольте вам напомнить вассальные обязательства и долг передо мной. Формирование вступления... Черт. Нам нужно было выйти с фракса. И до какого мы не можем... Короче, я ему просто объявлю войну. Просто возьму и независимость. Через войну. Мне плевать уже. Он с фракса нас выгнал. Дебил, блин. И мы здесь должны страдать. Кто-то сдох еще. Че сдох-то? Кто тебя убил? Его убили просто. Кто наследник наш? Наш наследник это этот чел. Мы даже не можем вызвать, потому что он находится в войне. В четырех войнах. Хоть бы суицинусу уже перейти на этот уровень. И все. А смотрите, они сейчас сопротивляются. Короче, давайте так. Я отрубаю сейчас запись. И просто жду, пока что-то интересное произойдет. Ребят. Короче. Я под самый конец вспомнил, что на самом деле он же напал на нас. В таком оказании сбили, что все провинции, которые он насадил, он получает себе. Я успел вернуть нам в столицу. Иначе бы он ее просто забрал. И вот эти вот две провинции. Остальное все он, к сожалению, просто забрал себе. Две провинции мы ему отдали вместе с фасалом. И брат тоже отъехал. Сводный. До этого была его провинция. Теперь еще и здесь придется разбираться. Почему сейчас он стал таким? Короче. Я так понял, он умер. Надо посмотреть. Но эти провкин завоевал, значит он ими владел. Так. 12.19. А, вот он. Че-то умер. Погиб на дуэли. А, ну круто. Ну теперь здесь не король, а герцог. Ну что-то они слабее походу не стали. 9000. Призванные войска у него так и остались. Ладно. Короче, гномы-то напали за... Так, где здесь посмотреть? За... Да, е-мое. Отомщение. Короче, они его убьют. Они вроде бы не получат провинции, насколько я знаю. Медведь. Не буду читать. Стандартный ивент. Провинции они вроде не получат, но они его убьют. И еще он компенсацию заплатит, только я не знаю, где он ее возьмет. Что? Да иди ты. Слышь, чувак. Че, помогать тебе собрался? Только гад нашей провинции берет. Это мне весит немного. Религиозная фанатизма. Ну давай сюда, не знаю. Будут нам помогать или нет? Опа. Король. Ясно. Ну, отгрызочки у них здесь, конечно, остались стать вассалом. Конечно, не захочет. Мы даже границы с ним не имеем. Короче, такая жесть вполне. Ну все, они почти восстановились в прежних границах. Я не понимаю, откуда он взял столько войск? У него просто не было столько престижа. Че вы... Идите, давайте. У него просто не было столько престижа. 10 тысяч взять, учитывая то, что за 800 только 2 500 дают. Сколько ему престижа вообще надо было? Это жесть полнейшая. Ой, куда я поставил тебя? Как тебе изменить должность? Файта. Вот. Хорошо, а сюда давайте в этого запихаем. Пофиг абсолютно. Так, полководец. Пусть будет вот это, потому что эти заняты делаем. Пофиг абсолютно. Давай уже слей, минус 89. Хоть он туда в сторону ушел. Хоть наша провинция не трогает. Здесь мы во нем еще не участвуем, но все равно помогаем. Чисто из принципа. В войске я, конечно, потерял очень много. Этого остановиться чуть-чуть успели, потому что... Мне пришлось гоняться здесь не по горам еще раз. Он истощился очень сильно и призывный войска он чуть потерял. В битвах он их почти не терял вообще. Это все из-за того, что истощение было. Ученый-орк Доро Лок. Чувак, красавчик. Ну, четверочку ты имеешь. Если бы не орк был бы, то имел больше. А так, минус 3 имеет. Ладно, так. Мы сюда вот. Минус 94. Я думаю, мы все-таки сейчас этих кромсанем. И думаю, хватит. А эти что? Они вообще здесь ходят, я понять не могу. А, идут. А, нет, стоят. Короче, у тебя сколько войска? Ты вообще голый. Ну, тебя не грохнут. Кто придет к власти? Мы. Мы придем к власти. И мы унаследуем войну с чуваком. Этим. 8 тысяч. С учетом вассалов. Тысяча и так далее. Кстати, у него есть республика. Офига себе. Жалко не торговая. Так вообще было бы жесть. Хотя, пусть будет так. Иначе с торговым был бы таким богатым, потому что с ним никто не сравнился вообще. Они штурмуют, просто берут. Минус 99. Так, победим его. 7. 7. Давайте. Попробуем. Ну, я как понимаю, здесь... Ну-ка, вот видите, здоровье. Плюс 1. Я должен победить. Давайте. 13. Видите, оно не дает. Давайте попробуем сделать... Щит, чтобы сблокировать удары. Ну, давайте так вот сделаем. Нанесли 1, получили 1. Вот бесит, когда ты выбираешь какое-то действие, то он все равно тебя ударяет. И ты его ударяешь. Нанесли 4, получили 6. Нанесли 3, получили 1. Еще раз. Вы убили вашего врага. Фуф. Хорошо, походу, то, что мы это прожали, потому что он нам дамажил бы больше. Ну, вроде оно должно как-то работать. Мне говорили подписчики то, что оно на самом деле работает, хотя об этом нигде не говорится. Ну, я вам верю. Так, давайте сюда, пойдем. Пофиг. Все равно войну наследовать придется, так что разберемся с ней сначала. Хотя, всю заслугу получит именно наш Сюзерен. Его бы, конечно, грохнули бы, а потом мы бы просто до конца взяли эту провинцию, соточка была бы. Мы его наследовали, и все хорошо было бы. Было бы бы... Так, легализм. Оп. Не знаю, как нам это вообще нужно будет. Нет, нам это вообще не нужно было. А что здесь выбирать? А, здесь стоило взять величие, потому что благочестие, прирост, престижи. Вот я тупанул, а? Взял легализм. А на кой он нам нужен вообще? Какие законы? Та что надо было так сейчас тупануть? Ладно, давайте, знаете, как делаем? Мы не будем сейчас сражаться. Деньги-то хоть мы не теряем. Подождем, пока они убьют нашего Сюзерена. Мы наследуем эту войну и выиграем. Оп, подожди-ка. Лишаются черты самодур. Управление образует отношения вассалов. Отлично. Темные грозовые облака, как всегда, хорошо. Давай. Давай даже постоим здесь. Собрать большую банду разбойников? Огромная просто банда, слушай. Пожалуйста, чувак. Сто процентов. Ну, давай сделай уже, наверное, перемирие, там, капитуляцию предложи ему, что ли. Я не знаю. Че ты тянешь-то? Еще провинц хочешь взять? Тебе мало, что ли? Черт, мы его осадили. Этот гад сейчас завершит войну и получит весь престиж себе. Черт. Опа. Орк. Кстати, это вроде женщина. Снотлинг. Снотлинги самые мелкие и зеленокожие. Они трусливые и тупые. Обладают манерами и интеллектом нетерпеливого щенка. Они обычно следуют за любым орком или гоблином, который позаботится или утвердит свою власть над ними. Ну, короче, понятно все. Кстати, у меня было видно, что ко мне пришла женщина, и она выглядела вот так вот. Хорошо. Мы, походу, стали королем. Угу. О, как думаешь, сделает тебя стукать нового босса? А, стукачем нового босса. Получает независимость. Получает предназначение. Давай-ка вот так вот. Все. Оп. Оп. И мы получаем престиж и... Денежки. А война... Подождите, а мы войну не унаследовали, да? Нет, не унаследовали. Получается... Это что, корабли? Ё-моё, прикиньте, это корабли. Мы... Мы призывные войска. Корабли, короче. Стукать одно из ваших боссов в битве и занял его место в клане. Слабаки. Ладно, вернули мы корону свою. Так, кто это у нас здесь? Кто-то постукал и... А, вот он. Наш сводный брат. Наши династии. Хорошо. Что мы сейчас делаем? Поставим вот этого сюда. Так, а столицу-то давайте мы... Все, войска. Куда-то уходите. Столицу мы сюда вернем. Верно же, да? Ой, ужас. Возвращаем столицу. И, кстати, мы получили модификаторы. Как ни странно. Ну ладно. Возвращаем... Кстати, фокус короны. Что-то я совсем забыл про это. А что столица? Еще 114 месяцев. Но фокус короны мы поставим заранее. Отлично. Терсалис у нас пока что здесь. На очень долгое время. Был белый медведь замечен. Слушайте, мы теряем деньги из этих кораблей. Ну, типа, гравить можно их использовать. Мы так-то корабли просто не имеем. А реально сейчас использовать куда-то и поплыть на какой-то островок слабенький, но богатенький. И реально. Опа. Да ё-моё, мы потеряли же сейчас. Все наши... Эти самые... Технологии из-за того, что столица-то переехала. Ну, давайте, наверное... И все, да? Черт. Давайте возьмем величие пока что. Просто, чтобы нагинать... Ноги... Собирать престижи. Окей. Хорошо, ладно. Давайте пока на этом мы остановимся. Самое главное в этой серии то, что нам наконец-то... Ой, да, идите вы отсюда. Удалось вернуть власть. И... Конечно. Странным способом. Достаточно таким неудобным. Но... Внешние войны послужили нам на руку. Хоть и государство мы получили полностью ослабленное. Но... Я думаю, то что мы все-таки... О, кто господи. Это что он? А, это вот этот. Я думаю, то что мы все-таки... Вернем ему былую... Славу и былое величие. А вот ты, чувак. О! О, вот еще один вассал подъехал. Конечно, я бы захватить бы. Потому что провинция-то, смотрите. С торговым путем. Если их взять, было бы круто. Ну ладно, все. В принципе, в храницах мы останавливаемся. Даже, возможно, чуть-чуть и получше будет. Ну что ж. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи.